На призыв губернатора Александра Никитина принять участие в общероссийском субботнике и привести в порядок свои территории откликнулись все муниципалитеты области. Активным участником акции стал и наш город. С самого утра в Уварово на определенных для уборки объектах закипела работа. Участники мероприятий, а ими стали свыше 2600 неравнодушных горожан, вооружившись граблями, лопатами, метлами и прочими инструментами, трудились на улицах и во дворах, парках и скверах. В числе объектов, подлежащих уборке и излюбленное место отдыха горожан – пруд во втором микрорайоне. Сегодня все коллективы вышли на традиционный субботник по уборке территории после зимнего периода. И мы решили принять участие в нем, чтобы наш город стал чище, красивее, чтобы мы живем здесь, мы любим свой город и поэтому хотим, чтобы он нас радовал. Кипела работа и на территории бывшей коррекционной школы и детского сада «Дюймовочка», где готовится участок под будущее строительство нового кадетского корпуса. Помимо очистки территории от бытового мусора и сушняка, большое внимание уделялось выпиливанию декорастущей растительности. Совместными усилиями горожан удалось привести в надлежащий вид участки на склоне вдоль улицы 50 лет Октября в районе первого и второго зданий кадетского корпуса, а также вдоль улицы Заводская у восьмого корпуса лицея. Массово проходила работа в этот день также по улице Больничной и на территории центральной районной больницы. Помимо уборки сорной растительности, здесь подметали тротуары, очищали от пыли и красили бордюры. Хотим, чтобы город был чище, красивее, чтобы в наш город было приятно приехать, чтобы было сюда чисто и хорошо, и душа радуется, и зелень, цветочки. В рамках субботника территории, определенной для уборки, посетил глава города Владислав Денисов, где смог не только оценить объем проделанной работы, но и пообщаться с горожанами и поблагодарить их за поддержку акции. «Спасибо, что поддержали инициативу губернатора Александра Валерьевича. Мою инициативу в городе просоединиться к областному субботнику, всероссийскому субботнику, потому что госэкология, нам нужна чистота. Мы в первую очередь должны не только убрать, но сделать так, чтобы потом все не возникло. Это все зависит от нас, от наших детей, от группы». Стоит отметить, что работы в рамках масштабного субботника шли и в местах массового пребывания горожан. Так, в мемориальном комплексе «Победа» приводились в порядок малые архитектурные формы, велась покраска и реконструкция лавочек, побелка стволов деревьев. «Я считаю, что это святое – умыть город перед праздником 9 мая. 9 мая – праздник всего нашего народа и не только нашего, всего мира, я считаю. Поэтому все праздники встречают в чистоте и порядке. Поэтому и здесь у нас тоже должно быть все хорошо». Большой объем работ был проведен и в парке сахарного завода, куда на субботник массово вышли уваровцы. В течение нескольких часов, дружно и с хорошим настроением, с территории парка убирался мусор, вывозили сухие ветки. «Кадет всегда принимает самое активное участие во всех городских, областных мероприятиях. Конечно, мимо такого события мы никак не могли пройти мимо, потому что мы любим свой город и хотим, чтобы он был у нас чистым, красивым. Просто потому, что мы его любим». В числе неравнодушных горожан, которые приняли активное участие в масштабном субботнике – работники образования и здравоохранения, школьники и студенты, коллектив предприятий, сотрудники администрации города, депутаты, представители общественных организаций, управляющих компаний и многие другие. Те, кто любит и заботится о своем городе. «С выше 10 объектов удалось убрать и навести надлежащий порядок. Как я уже сказала выше, приняли участие 2608 человек. Все работы по очистке территории, они не смогли бы произвестись без техники. Поэтому большое спасибо руководителям ООО «ЖЭК» Щербакову Игору Викторовичу, ООО «Благоустройство» Шахбанову Гасану Магомедовичу, руководителю сахарного завода «Довбыш», руководителю Кольцову, который тоже КАМАЗ предоставил для отвоза. Поэтому благодаря слаженной работе не только людей, которые работали на очистке, но и на отвозу, чтобы территория привела окончательный вид». Наряду с жителями активное участие в субботнике принял глава города Владислав Денисов. «Во-первых, хотелось поддержать инициативу губернатора Александра Валерьевича Никитина по организации областного субботника. Во-вторых, это наш город, и мне хотелось внести свой личный вклад в уборку города». Градоначальник отметил, что уваровцы активно поддержали Всероссийскую экологическую акцию и поблагодарил всех горожан за продуктивную работу. Всего за время проведения субботника общими усилиями было собрано и вывезено 30 машин бытового мусора и 20 машин вырубленных веток. Приятным завершением субботника для горожан стало массовое чаепитие со свежей вкусной сдобой. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов, НашГород.